Привет, народ! Добро пожаловать в наши посиделочки! Сегодня попробуем совершенно новый экспериментальный формат, потому что все-таки сериал детектив. Все-таки я боюсь, что кто-то придет и мне что-то заспойлерит. Когда у нас выходит, например, один эпизод в неделю, мы сидим, накидываем теории. Тут можно посидеть целых 40 минут, я могу очень много разных теорий накидать. И потом через неделю мы узнаем, что правильно, что неправильно. Сейчас же сидеть мне и размазывать разные теории, объяснять, почему я именно так думаю, это было бы, наверное, глупо, потому что многие из вас уже посмотрели все до конца. Так что, что я попробую сделать, даю вам честное слово, я смотрю одну серию и прихожу, рассказываю вам, посмотрим, как это зайдет. И поэтому я буду вам рассказывать те моменты, которые я заметил, а вы себе ставьте там галочку. Либо дядя Вова дурак нихрена не понимает, шляпа такой очевидный момент прозевал. Или же скажете, о, молодец, дядя Вова такую фигнюшку заметил, а я эту фигнюшку не заметил в свое время. Вот, ну и в общем, короче говоря, вообще, для чего мы тут собираемся? Для удовольствия посидеть, обсудить какие-то моменты сюжетные. Никто вам такого не расскажет. Такое расскажет только дядя Вова. Так что, но детективные какие-то моменты или какие-то мистические отсылки, вот это все зависит от вас. Либо вы испортите мне настроение и все заспойлерите к чертям, либо сможете молчать. Потому что даже если вы скажете, о, тут ты угадал, молодец, дядя Вова, я все, я уже буду знать, что другие теории строить не надо, это уже будет не так интересно. Ладно. Что можно сказать? Можно сказать спасибо дядя Вова за видюшку. Продолжаем смотреть там. Можете рассказать, на каком эпизоде вы, как быстро посмотрели, какая оценка. Вот это все пишите. Это поможет комментариям продвигаться. А быть гомнистами и закидывать меня спойлерами, это вообще как-то вот... Мавитон, мальчики, девочки. Итак, естественно, кинематография меня сразу зацепила. Если, например, когда даже мы смотрели сериал «Тьма», там круто было. Круто было. Вот там смотришь и думаешь, блин, ну умеют же в Европе тоже снимать классные сериалы. Не одним Голливудом жив. Сейчас вообще столько классных европейских сериалов появляется, и качество вот супер-супер. Может, с фильмами еще не дотянули где-то лямочку? Фильмы еще пытаются под копирку строить Голливуд, но не очень хорошо получается? Есть, конечно, там всякие пальмовые ветви, все дела. Но в целом сериалы, вот это уже становится вкусно и интересно. Есть и «Тьма» вот была классная. Сейчас вот из последнего «Молодые монархи» посмотрел, мне понравилось там. Что еще? «Элита» очень хорошо. «Ле Касса де Папелл» «Бумажный домик». Молодцы, 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 молодцы. И здесь, ну естественно, Netflix, они же денежку отслюнявили вот в эти разные компании. Эти студии снимают, и фильмы выходят вот на Netflix. Кстати, перевода дубляжа на русский нет. Дубляж есть на украинский и на английский. Мы смотрели на английском языке, и так интересно, наверное, по задумке создателей сериала, все должны разговаривать на своем языке. Что там, допустим, эти вроде на японском разговаривают, эти вроде на английском. Парочка из Франции вроде, наверное, должны на французском разговаривать. Священник со своим братом должны... Ну так, священник со своим братом. У меня сейчас такая теория есть, я сейчас вам расскажу. Ну, опять скажу, дядя Вова-то со своими ЛГБТшными теориями как всегда приходит. Ну, у дяди Вова сработал гей-радар. Ничего поделать не могу. Вот. И там вот, мне кажется, все должны персонажи, вот как нужно, наверное, смотреть этот сериал, нужно включать просто субтитры и смотреть в оригинале, как было записано. Потому что, когда в некоторые моменты два персонажа разговаривают, ты думаешь, а что они друг друга не понимают? Тю, по-английски же сказали. А скорее всего, в оригинале они говорят на своих языках и поэтому иногда между собой персонажи не понимают друг друга и только какими-то жестами и моментами, ну, можно догадаться. Скорее всего, так было задумано. И это очень интересный подход. Очень интересный, но при всем при этом без дубляжа я смотреть не могу. Потому что иначе я буду сидеть, отвлекаться слишком много на чтение титров. И я сюжетные какие-то фишки, няшки пропущу. Заставка очень понравилась. Там какой-то замок посреди. Потом пирамида. Кстати, символ пирамида, треугольник, он обитает здесь кругом и везде. Скорее всего... Потом, сама заставка сериала. Треугольник, открытый в океане, и корабль наполовину уже в него съехал. Может быть, это такая отсылка на Бермудский треугольник? Но вроде они же плывут совершенно не в Бермудах. Ну, ладно. Разберемся. Посмотрим. Посмотрим по ходу. Теперь мы видим, что главная героиня... Так, вот где-то имена, наверное, надо было открыть. Но, я так понимаю, она ирландка. Маура. Маура. Или как так. Будем доктор ее называть. Потому что я не успею. Так быстро я не успею запомнить всех имена. Может, на листочек надо выписать. Может, это поможет. Но она... А, Мора. Вот. Тут у нас же сразу написано даже. Дядя Вова тупенький. Дядя Вова. Дядя Вова вот так вот следит за мелочами. Прям на этом. Короче говоря. Тетя доктор. И если вы посмотрите, у нее даже в глазике вот тут треугольничек есть. Тут такой вопрос. Либо это все у нее видение. Либо это все какие-то воспоминания, что ее держали в какой-то клинике. Где-то ее там лечили. И, кстати, вы заметили, кто играет ее отца. Это же Квиберн. Тот самый Квиберн, который из Игры Престолов. Тот самый, который сейчас в Андорре играет. И смотрите. Она находится здесь в палате. 1011. Это такой же самый номер ее каюты. Я не знаю, обратили вы внимание на это или нет. И, скорее всего, ну, это объяснят. Ну, вопрос такой. Может быть, это ей снится какой-то сон. Из всех моментов, которые ее окружают. Вот у нее, допустим, конверт пришел. И она говорит. Отец, я знаю, что ты сделал. А это то же самое, что написал ей брат в письме. Я знаю, что сделал отец. Давай, ей надо встретиться. Правда, ждет. Все дела. Но откуда у нее тогда вот эти раны на руках? Может, она действительно была в клинике? Может быть, действительно? Может, она сама над собой опыты проводила? Может, она к какой-то теории дошла, что можно открыть свое сознание, вообще объяснение, что наш разум – это вот целая вселенная, глубина, глубже, чем море, все-все-все-все дела? То, может быть, она каким-то образом там собрала группу каких-то ученых, чтобы по ее теории провели на дне какие-то опыты. Или она на самом деле больненька какая-то. Пока что непонятно. Теперь, что у нас понятно? Два корабля с одной и той же компанией. Одна называется Прометей. Он потерялся 4 месяца тому назад. А второй называется... Я себе в этот выписал. Тут я себе выписал. Выставил вчера даже на этот. Цербер. Это трехголовый пес, который охраняет ворота в ад, чтобы не выпускать мертвых и не впускать живых туда. Трехголовый пес, который оберегает. Короче говоря, скорее всего, тоже имеется значение. Вообще, Прометей, если кто вдруг с мифологией не очень дружит, это тот самый, который украл огонь, принес, отдал его людям. Но это самая большая часть истории. Но другая интересная часть истории. В наказание его приковали к скале, и каждый день прилетал коршун, ястреб, сокол, кто там, и клевал у него печень. И улетал. А за ночь эта печень у него вырастала. И вот представьте, такое вот наказание изо дня в день у него было. Так что, мне кажется, говорящие имена, это как у Кристофора Бонифатича, у Врунгеля. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Так что, стараемся обращать внимание на всякие разные вот эти вот моментики. Теперь она продолжает говорить. Меня зовут Мора. Фамилия, имя, отчество, число. Там что там, ноябрь, да, 1899 года. Ну, вот прям на грани перехода на 1900. Не знаю, боялись ли они, что там что-то случится. Потому что я помню, когда тут Новый год, перед 2000 был, народ весь в панике. Боялся, что компьютера все сойдут с ума. Но, интересные моменты. То, что там почти 1400 человек, пассажиров, 550 человек этих экипажа. И вот это же письмо, которое она перечитывает. Это то, что пришло от ее отца. Ну, не от отца, а от брата. Ну, почему вот я когда... Вот. Я нашел, что наш отец сделал. Встреться со мной в Нью-Йорке. Не доверяй никому. Твой брат. Интересно. Вообще, конечно, мне так кажется, тут если рассматривать разные марки, рассматривать разные еще какие-то вещи, тут еще можно до хрена разных этих моментов подоходить. Печать. Мы знаем, что это письмо пришло не только ей. Такое же самое письмо наподобие у капитана есть. Но немножко другое. Теперь, вот она выходит. Хотел показать вам двери. Вот. Такой же самый номер, как у нее на палате. Такой же и тут. И смотрите, обратите внимание. Опять-таки, символ вот этого сериала. Треугольник. С линией снизу. И теперь у меня такая мысля, что это, скорее всего, символ вот этой компании, которая занимается вот этим судоходством. Принадлежит. Прикольная заставка. Опять тоже дофига тут с этими треугольниками. Слова появляются. Разные персонажи. Ну, классно. Прикольно. У кого был, была такой вайб вьетнамские флешбеки на Титаник? У меня постоянно были. Я вот сколько смотрел, все, все где-то, хочешь не хочешь, а Титаник вспоминаешь. Там показывают пацанов, которые там в коптильне уголь подбрасываются. Вспоминаешь Титаник. Там первый класс, третий класс между собой пересекаются. Вспоминаешь Титаник. Тетенька подбежала к этим перилам. Вспоминаешь Титаник. Ну, вот не знаю. Настолько вот сильная отсылка вот этого Титаника, да, в нашей, то, что снял Камерон. Насколько сильно это отпечаталось в нашу культуру, да, что даже после этого. Так, у нас есть мальчик Олег, не Олег, а Олег, по крайней мере, так его на английском языке написали. Он из Польши, он тоже едет. Мне так нравится, как он это, на открыточку со статуей свободы смотрит. Вообще, ребята, это вот, даже, опять-таки, возвращаясь к Титанику, помните, когда Джек запрыгнул? Он говорит, я вижу там с другом, когда они, я вижу, я вижу статую свободы, что вот настолько это вот такой классный, интересный момент в том плане, что ведь Америка, она вся, даже сегодня очень многие там, ой, мигранты, опять прут. Но очень многие вот эти, которые, роднеки, которые сегодня возмущаются, они забывают, что их бабушки, прабабушки, дедушки, прадедушки, они точно так же были в свое время иммигрантами. Точно так же приплывали в Америку за поиском чего-то нового, лучшего, уезжали. Символ мечты статуя свободы была. Я помню для меня тоже, когда я прилетел в Америку, я статую свободы увидел в свой первый день, когда я был в Америке. Но мне не довелось там поплавать, посмотреть, пофотографироваться. Я видел ее из самолета. И мне, блин, еще так не повезло. Можете пойти посмотреть, я постоянно забываю название урагана, но можете посмотреть. Я прилетел был 17-19 сентября 2003 года. Как раз это время был ураган в Нью-Йорке. И я помню, что даже в аэропорту свет был пропал, что нужно было включить генераторы. Вот представьте, ты находишься в аэропорту, и все мониторы гаснут. Вот все. У меня было чувство, что я попал в какой-то постапокалиптический фильм. Думаю, это же всегда смотришь голливудские фильмы. Представьте, человеку, молодому человеку. 21 год мне было, когда я прилетел в Америку. И мой первый день, я только в Нью-Йорке нахожусь. Только прошел таможню. Там льет, завывает, электричество пропадает. Ну, конечно, там познакомился с людьми. Английский у меня был ни бег, ни мег, но я не стеснялся. И потом, когда все включилось, и там нам показывают. Я смотрю на терминалы, самолеты. Отменили, 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 отменили. И потом только вот мой самолет. И еще после моего самолета 3 или 4 разрешено вылет. И мы, когда улетали, мы пролетали около Статуи Свободы. И там, в стороне океана, ураган был даже в воде. И для меня это навсегда запечатлелось. Моя первая картинка Статуи Свободы. Что Статуя Свободы и ураган. Завитушечка такая. Представьте, в океане. В общем, короче говоря, вот это вот я так увидел Статуи Свободы. Вот так вот я приехал в Америку. Но все равно и для меня тоже это всегда был символ Америка. И вот ты понимаешь, что он эту фотографию, открыточку открывает, смотрит. Его где-то там в Бруклине ждут. И мечтает, что вот он тут будет коптить углем. Но все равно до Америки доедет. Теперь мы видим разных персонажей. Обратите внимание. Мы слышим, что это молодая пара. Они французы. Но у нее сережки именно с вот таким вот треугольником. У меня такой вопрос. Может ли она быть дочерью хозяина вот этой пароходной линии? Потому что потом покажут у нее и шпилька в голове. Есть волосы держать. Точно такой же треугольник с линией снизу. Никто другой такую атрибутику я у них не видел. Вижу только у нее. Так что, возможно, это какой-то семейный герб, семейный символ. И может быть, она одна из родственников. Или же это ее новый молодой муж. Ему принадлежит эта линия пароходства-судоводства. И теперь, как она молодая жена, она тоже пытается эту символику на себе носить. А может, символика просто иногда, как я говорил, иногда. Сон это просто сон. Но тут момент прикольный. Кстати, вот ее сережки. Видно, что интересный момент, что между ними она прям так старается, так старается угодить ему. Но что-то там между ними не заладилось. Теперь, оказывается, быть женщиной, которая путешествует сама, это очень предрассудительно в то время было. Теперь, мы видим брат со священником, едут. И вот они, кстати, его брат, он из этого. Если смотрели сериал Элита, то знаете его. Вот она даже так на него зыркнула. Вот, Ваити снимался, один из главных персонажей. Но, мне кажется, что они не братья. Мне кажется, что они вообще любовники, которые сейчас заделал вам. Ну, послушайте, такая идея, почему я так думал, когда потом он мальчишку со шрамом увидел. Он зажег сигарету, держа в своих губах. И отдал ему для того, чтобы увидеть, как та сигарета, которая касалась его губ, коснулась губ того пацана. И так личико ему потрогал. В это время, это сейчас в Испании, там есть и гей-браки, и все есть. А раньше же это страх было. Со смертной казнью все эти дела. То, скорее всего, и так как они перепугались, что когда корабль там, допустим, поворачивался, как они там пересрали. То, скорее всего, если бы я бежал из гомофобной страны. Например, знаете, есть документальный фильм про то, как ребята из Чечни пытались вывозить ребят-геев. Этот же дон-дон. Нет у нас никаких дон-геев, дон-нету. Собака бешеная. И это. А ребята отлавливают, бьют, усаживают в тюрьмы. Мучают. Родственники забивают. Родственники издеваются. И если бы мне надо было бежать из какой-то гомофобной страны, я бы тоже пересрал, если бы я узнал, что разворачивается. И, скорее всего, они прикидываются, что они братья. И один вообще священник. А мы знаем, что никакой он там не священник, потому что он там в кипише был, когда нужно было отправляться на другой корабль под конец эпизода. Но, по крайней мере, вот у меня такая теория проскользнула. Вообще хуже всего это Стивену, который сидит, смотрит рядом со мной, потому что я зижу ему, так, а вот это вот, наверное, будет так. Вот это вот так. Вообще, конечно, наверное, мне надо было бы смотреть серию и записывать свою реакцию и проговаривать ее вместе с вами. Но у меня Стивен хочет посмотреть этот сериал. Это мне тогда надо смотреть два раза. Один раз смотреть с вами, проговаривать вам, а потом сидеть с ним и просто сидеть с этого, молчать, потому что я бы уже все высказал бы вам. Не знаю. Я сейчас у него спрошу, как ему лучше. Теперь. Вот это тоже мутная тетенька, которая все держит вроде как под контролем. Почему-то она именно контролирует двух азиатских женщин, которая прикидывается, что она японка, а на самом деле пытается учить только японский язык. На самом деле она никакая не гейша там. Ой, ой, ой. Теперь. Тут с нижней палубы попросили помощь. Она пришла, помогла там повернуть ребенка. И тоже видно, что у них должен быть языковой барьер между ними. Но она ребенка смогла повернуть, смогла помочь. Какие-то религиозные фанатики едут. А миши какие-то? Не знаю. Какие-то, какие-то вот тоже чересчур духовные. Типа, ой, не трогайте, что там будет. Теперь. Узнаем, что кто-то в угле спрятался. Да, я понимаю. Понимаю. Весь юмор. Что если бы кто-нибудь беленький спрятался, то его бы, наверное, там заметили. А этого не заметили в угле. И я вообще сначала не понял. Я подумал, что это Олег. Он же пошел там рычаг какой-то подергать, что пуголь начал сыпаться. Мы сидим, я говорю, ого, Олег. В угле наковырялся. Не, ну это новый персонаж. Какой-то он пытается, тоже пытается добраться до Америки. Пытается вот контрабандой проехать. Эти пытаются что-то сделать. У них ничего не получается. Ничего не получается. У него явные проблемы. Потому что видели, в какой-то момент он сам полой выбежал, когда разнервничался. Это что, держите наркомана? Я не знаю. Не знаю. Ну, короче говоря, за немножечко какой-то вот он странненький. Ну, вообще, конечно, если вам интересно поговорить на тему 18+, у нас целый чат есть, в котором мы разговариваем на 18+. Там бы мы обсудили фригидность вот этой дамы. Неужели ей на самом деле кекса не хочется? Ну, смотрите. Она и правда лежит, медитирует. Он там пытается, пытается. Она еще, наверное... Ну, тоже мужик, мужику рознь. Вспомним этого Визериса, да? Алисента лежит, крысок разглядывает, которые по кровати бегают. Что там на ганделябрах развешано? Что там добавил король в свой макет? Туда посмотрела, сюда посмотрела. Что там король еще чпокает? Ладно. Так, а что надо... Так, нужно завтра Фрейлина отчитать. Нужно завтра музыку послушать. Надо завтра... Список дел. А, все, закончил. Слава богу, все, можно уходить. Ну, и король справлялся нормально. Но, ведь иногда, очень часто хочется вот этой отдачи. Ты же не кекс-куклу притащил, которую чпокать. Так неинтересно. И это тоже лежит себе... Хоть хотя бы бы это, квакало бы там для этого, для поднятия настроения. Ну, и понятное дело, он психанул и говорит, тебе не надо больше прикидываться, твоих родителей здесь нет рядом. И она такая расстроена. Говорит, это что, все, моя вина. А как только он ушел, сразу лыба до ушей и на подушках дальше валяться. Теперь, крест решили подарить, но крест она не взяла. Ее вдруг вообще видения начали пробиваться с этим, с коробеями или какими-то жуками цветными, зелеными, которых мы видим позже. Откуда она все это видит? Смогла ли она открыть в своем разуме способность видеть будущее? Заглянула ли она в будущее каким-то образом? Что именно ее отец делает? Это еще пока что непонятно. Ну, этот... Это Йонас, Янос. Короче говоря, помните, путник из Тьмы, когда мы смотрели Тьма, он там был. Он был главный персонаж в средние годы свои. Ну, прикольно было увидеть. Прикольно увидеть вот такой вот разный каст из разных стран, из разных этих. Кстати, вот тут этот по касту не смотрели. Я что-то не смог его в этих, в ролях описания найти. Вообще на славянина какого-то похож. Может кто-то, кто-то... С каким он там акцентом говорит, на котором вы смотрите? Вот похож. Или потому что у него такой стиль, как у... Царь-хабачушки какой-то. Но, по крайней мере, если что, его могли бы спокойно забрать, играть в каких-нибудь постановках про царскую Россию. Не, ну посмотрите, ну Романов вылитый. Вообще, конечно, интересный момент, что они начали получать цифры. Тут у меня отсылочка немножко клост была. Помните, когда там 8, 16, 17, и какие там уже цифры были? Уже давно. 4, 8, что-то такое. Уже сейчас я не помню. Но те номера, которые Хьюго использовал, и Джекпот выиграл в свое время. И тут вот точно так же приходят цифры, координаты, и они понимают, что это потерянный корабль, и им нужно и пойти, и его спасти. Про перепуганных этих мы уже поговорили. Теперь, письмо для Генри. Что такое же самое письмо. What is lost will be found. Что потеряно, будет найдено. А, это у нее. Теперь у него, кстати, я хотел посмотреть, он нашел был ленточку. Давайте посмотрим внимательно на портрет. Тут, скорее всего, его жена и трое дочерей. И, а может, сестра, жена и дочь. Не знаю. Но тут больше похоже, как жена и трое дочерей. Мне интересно, ленточку, которую он нашел на другом корабле, принадлежит ли она кому-то из его дочерей или жене? И еще такой момент, о котором я задумался. Почему он, капитан, на этом корабле и так бухает? И как только узнал, что про другой корабль, сразу туда ринулся. Не было ли такого, что его семья была на том корабле путешествовала? И поэтому, как бы, они-то думают, что за 4 месяца как можно вообще выжить? Если они растягивали продукты, то, может быть, как-то дотянули. Поэтому он туда и отправился. Так что у меня такая мыслишка, что у него там кто-то или одна из родственниц, дочка, жена или кто. Или вообще полностью все семейство он отправил на этом корабле. Если он капитан, туда-сюда плавает, Европа-Америка. Может, он решил свою семью в Америку перевезти и отправил другим кораблем. Ну, в общем, ждем. Интересно. Теперь, непонятно, почему эта тетенька отчитывает азиаток. Говорит, вы не разговаривайте. Я вам сказал, не разговаривать. Может, для того, чтобы кто-то другой не услышал, что они не японки? Что это не япона-мать ее, а это ее япона-дочь. Ну, не знаю. Ну, тут вот всем объявили, что отправляемся 7 часов тому назад, и мы поедем. Теперь, у этого приступ, и он какую-то ампулу вытащил. О чем он переживает? Чего он психует? Что он боится увидеть на том корабле? Его родственники тоже там какие-то? Может, он получил большое наследство благодаря тому, что кто-то на том корабле пропал? А теперь, если этот кто-то на другом корабле найдется, он это наследство все свое потеряет? Ладно. Это пока что еще непонятно. Это еще под вопросом. Теперь. Тут познакомились Олег и... Не похожий на меня, не похожий на... У него какое-то французское даже немножечко имя. Я постараюсь понаходить эти имена. Ну-ка, мы сейчас... Если я себе открою... На этом заодно мы сейчас посмотрим, что там 1899. Какие оценки? Сейчас я вам сразу оценочки глянем с вами. 1899. Что у нас по эпизоду? Мне интересно, какие оценки. О, 8.7, 2000 человек поставил. Ну, не знаю, для пилотника очень даже хорошо. Я даже 10 баллов поставлю. Так. И пойдем сюда и посмотрим имена персонажей. Так. Ну, она Мора... Анхель... Ли... Анхель... Як... Як... Ик... Юг... Ромиро... Где... Где темненький... А, Джером... Джером... Вот. Ну, короче говоря, с Джером и Олег... Сдружились над пирожком. Поделился с ним кусочком хлеба. И интересно, как вот они заворачивают и делают основной костяк. Понятное дело, что есть второстепенных персонажей до хрена. Но со всеми можно запутаться. Точно так же, как и Lost. Очень много было персонажей. И постепенно, постепенно настраивали, настраивали истории. Но на данный момент нам дают, вот, чтобы мы могли хотя бы привыкнуть, как к одной группе людей. И вот у нас же капитан, докториха, и отправляются. Взяли с собой священника, который совсем ни разу не священник. Кстати, он когда там уходил, у него этот, у священника этот плащ развивался. Я говорю, так, ну, Стивену говорю, ну, конечно, ей. Ну, как он не ей? Я тоже хочу себе такой плащ и ходить по дому развиваться этим плащом. Драматический выход с плащом. А многие католическими священниками становились только для того, чтобы в таких плащах походить. Ну, и кто-то, Ватикан, он знает, расследование было, и чтоб алтарских мальчиков тоже поприжимать. Вот, не люблю религию, вообще не люблю. Я очень, я верующий человек, но я абсолютная антирелигия. Вообще, я не верю священникам, я не верю людям, которые пытаются выставить себя, что они более святы и знают, как и куда тебя направлять. Я, когда подхожу, если у человека есть какая-то проблема, вот именно в религиозном вопросе с их верой, то я подхожу, вот это мой опыт, я готов с тобой поделиться. Не с той колокольни, я, у меня теологическое образование, я помазанный священник, дьякон, я сейчас тебе расскажу, как тебе надо жить. Нет, в топку таких священников, простите. Не верю я, не верю, потому что все люди грешники. Никто не может ставить себя выше только потому, что вот я вот это не делаю, я никого там не прибил, я никого не чпокал целую неделю, я вина не употреблял, слов богохульных не говорил, и я теперь из-за этого чувствую себя более святым, более праведным, и сейчас буду вам скрепы накладывать. Открывайте ротики, сейчас ложечкой буду вас кормить. Не могу с таких священников, не могу. Вообще, мне кажется, что самый правильный подход, это вот когда Христос ходил среди людей и с мытарями, и блудниками, со всеми общался, разговаривал и просто был светом. Вот это мой подход, самый правильный подход делиться своей верой, быть хорошим человеком, отзывчивым, который приходит на помощь, который помогает людям в трудную минуту словом, поступком. Вот это самая лучшая проповедь. Хотите верьте, хотите нет, у вас может быть своя точка зрения, но вот у меня такая. В общем, короче говоря, эти на лодку сели и поплыли на другой корабль. Ну, про эту сцену, где он трогал мальчика за шрам. Кстати, гейрадары, они работают, нам тут показали, что вполне возможно этот паренек тоже из нашей гвардии, потому что, как ни крути, ты замечаешь взгляды. Вот когда кто-то среди, мы называем это гейрадар, когда кто-то на тебя посмотрел, ты знаешь, если на тебя посмотрели просто там, ну, глянули, о, как на человека смотрят, ты чувствуешь. А когда на тебя смотрят и вот останавливаются взглядом и разглядывают, а потом встречаются с твоим взглядом и стесняются или уводят, или там флиртующая улыбка появляется, или вот, ну, ты чувствуешь эти моменты, ты чувствуешь, ты эти моменты выхватываешь. Может, это сделано специально на каком-то уровне, для того, чтобы мы тоже могли своих распознать, распознать, узнать без всяких там грайндеров или каких-нибудь, знаете, тиндеров или шо там. И он говорит, что я заметил, как ты на меня смотрел. И он там до шрама, до тронс. И он тут и сигарету взял, и все. И вот как бы и хочется, и колется, и мамка не вели, а еще папка там, мамка религиозница. Религиозница, и он быстренько-быстренько убежал. Сигаретку забрал и убежал. Но в какой-то момент пощупать себя за личико дал. Кстати, надо интересно узнать, может, объяснят потом, откуда у него такой шрам появился. Так, интересный момент. Как только они высадились на корабль, перестали поступать сигналы с этими координатами. Они походили, посмотрели, нашли ленточку. Ну, про этих теток мы уже тоже поговорили. И кто-то прилез с того корабля, мокрый. Что, он в плавь добирался, что ли? Он в плаще не утонул? Это заметила на полу такого же самого скоробейчика. И нашли мальчика. А у мальчика в руках пирамидка. Такая пирамидка, которая примерно как была в самом начале. Теперь мы видим мужик, вот этот мокрый, подошел сначала к двери, в которой находится Мора, да? 10-11. А потом пошел к соседней квартире и запустил такого жучка под дверь. И ему открыли в 10-13. Кто живет в этой квартире? Это та богатая тетка, которая всеми, всех контролирует. И вот он передает ей эту пирамиду. Откроет ли это какие-то ее воспоминания? Что будет? Все. Вот это вот мысли у меня по эпизоду. Вы смотрите. Я пошел смотреть сейчас периферийные устройства. Новую серию. Так что следующее видюхо будет по периферийным устройствам. Потом Степан Карлович проснется. Я у него спрошу, как ему лучше смотреть вместе с ним. Или лучше, если я буду смотреть сам и записывать вам обзор во время реакции. Реакции с обзором. Хотя я не знаю, как YouTube прилетит мне от YouTube за то, что мы с вами делали Ведьмака, да? Не прилетало. Не прилетало, потому что я ставил реакцию Ведьмака первую, последнюю серию. И, по-моему, от Netflix не прилетало. Мне от HBO прилетало несколько раз. Поэтому я и реакции перестал записывать. Ладно. Пишите комментарии, что вы думаете. Пообсуждаем. Надеюсь, если просмотров будет достаточно, то будет второй эпизод. Если, как это наш проходной рубеж, тысяча просмотров, 200 лайков. И тогда мы двигаемся дальше. Но прежде чем мы разойдемся, я хочу чуть-чуть не забыл сказать спасибо моим спонсорам, которые поддерживают меня копеечкой. Спасибо большое, мои дорогие, золотые, особенно Мистериас, мастер-ключа. Спасибо большое, что не забываете. Все. Теперь уж точно все. Расходимся. Спойлеры не кидаем. Лайки ставим. Все. На этом обзор. Разбор дозор окончен. Всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok